всем здорово народ вот он видос по лавкачам с аганимами на 85 карте начнем с того что я не упомянул 85 карте на силачах аганимы это у нас будет свен и кентавр в общем давайте посмотрим чем заключается сила их аганимов на 85 карте в общем у свена свена нет никаких опознавательных знаков вообще то есть прокачают нету что если ему соберешь аганим вообще ничего не дает то есть видите но если мы ультуем смотрите дэмэдж появляется но появляется сто процентов свену как мы знаем дается 200 дэмэдж ой 200 процентов дэмэджа с ультимейта персонажем его тиммейтом дает сто процентов плюс этот эффект идет немножко дольше у тиммейтов нежели чем у самого свена смотрите у него свена пропадает а и тут пропадает на 83 кстати тоже работает я это потестил сейчас вы это увидите чекайте вот так вот следующий же аганим у нас будет касаться кентавра у кентавра также никаких не было опознавательных знаков есть на 83 тестил этого не было потому что сначала запустил 83 и протесты в общем что же дает на кентавре аганим но тут написано что 60 процентов дэмэджа при стомпиде то есть при ультимате кентавра все тиммейты игнорит 60 процентов дэмэдж давайте проверим так это или нет смотрите на джагу как он хопает хопанул неплохо да а теперь смотрите как будет заметно я думаю заметно меньше получает ребят к сожалению стомпид идет очень мало совсем мало идет ну как бы ничего не поделать но все равно подумайте 60 процентов дэмэджа смягчение это это очень-очень много ребят очень много то есть это считать на всю команду как мини корабль кунки только ты еще плюс м с получаешь еще давишь противника за счет силы кентавра ну все знаете принципе как работают кентавра все побежали если кого-то затрагивает наносит дэмэдж в размере трехкратно в трехкратном размере от силы кентавр в общем по этим аганимом все поехали на ловкачей в общем первый из аганимов на ловкачей у нас будет представлен это аганим на джиггернауте давайте посмотрим что же дает он ему первую очередь стоит заметить это красивый эффект у джиггернаута качественный эффект который когда вы кидаешь он прикольно взрывается еще ладно не суть что же он нам будет давать аганим давайте посмотрим more slashes и меньше калдаун написано то есть смотрите калдаун на 110 и слэшей 9 поднимаем аганим становится калдаун 70 и 12 слэшей слэшей это удары джиггернаута в ультимейте то есть я думаю все это знают на 85 карте тут никто ничего не менял в принципе все также вот такой вот у нас первый аганим на ловкача поехали далее один из самых интересных аганимов у нас будет на 85 карте это аганим на сулабир что же он будет ему делать ребят эффекта он никакого визуально не дает но смотрите у нас имеется надпись на самом друиде что же там написано то есть будет игнорируется весь range то знаете как в определенном range у нас мишка бьет а в определенном не бьет то есть если сулабир отходит на какое-то расстояние от медведи суд медведь перестает бить то есть тут при покупке гонима это игнорируется и медведь может ходить по всей карте бить все что движется и кстати еще и маловажно если мы умираем медведь остается живой тут об этом также написано так что ребят давайте посмотрим что у нас получится пойдем попробуем мишкой что-нибудь побить будет ли это что-то давать перебафали мишку погнали бить смотрим получится ли у нас бить как видели это прекрасно работает я думаю более тут не о чем говорить прикольная гоним один из реально прикольный кстати 2 спел если вы не знали наносит небольшое количество демоджа давайте проверим сделаем вот так вот то есть там вообще-то мизерный демодж очень маленький среди видите загорелась такой эффект был тут не написано ничего про демодж но он наносит смотрите 8 демоджа там сколько 10 11 м что есть ничего не написано про демодж но он все равно наносится и это если при условии что в упор кто-то стыд вот такой вот у нас аганим на сулуберии давайте ребят дальше героев очень много всех хочется посмотреть а следующий аганим у нас будет на мун райдере на луне в общем что он ему делает ребят во-первых что тут написано давайте прочитаем increase is beam count and remove лимит то есть убирает лимит и повышается количество бимов то есть вот тут этих лучей которые долбят в общем что у нас тут так он нам так она кастит 11 12 лучей а с аганимом больше и убирается лимит то есть как мы знаем как работает ultimate у луны то есть нажимается ульт нажимается ульт кастаются вот такие штуки и в одну цель только может 4 5 раз ударить и все в одну цель без аганима но с аганимом это работает немного по-другому плюс добавляются некоторые плюшки давайте посмотрим подбираем аганим смотрим что у нас получается у нас получается 18 бимов и они могут бить вот эти все 18 бимов именно в одну цель то есть уже нету лимита то есть уже не будет никуда ультимейт у нас в разные стороны бить то есть это это реально станет круто и очень сильно бустит наш ультимейт давайте посмотрим как это будет с аганимом и как без аганима первым и не прокачиваем и посмотрите почему смотрите я ультую 345 все и пошел ультимейт в разные стороны всего пять лучей нанесли ей дэмэдж венге теперь смотрите что же будет у нас с аганимом во первых появляется что мы можем ультимейт повесить на кого-то на своего тиммейта например который идет в драку то есть это будет уже совсем другой эффект и соответственно смотрите про основной бонус который у нас есть то есть бимы в одну цель смотрите бимы бьют именно в одну цель они никуда не разлетаются нету никакого лимита то есть это очень жесткая тема спросите почему не наносит урона этот действует так же как и с некромастер и сэфа если у нас нету первого спела соответственно и ультимейт у нас не будет работать я это специально не вкачал чтобы показать вам что нету именно лимита вот этого лимита который может нам мешать дамажить персонажей а в общем в чем фишка того что можно вешать видите я могу тиммейт на кого угодно повешать допустим на этого же джиггернаута и джиггернаут пошел с этим ультимейтом кого-то души то есть представляете насколько это круто вот такой вот аганим на 85 у луны ребят чекайте играйте аж самому захотелось сыграть поехали дальше следующий аганим который мы будем рассматривать это аганим на морфлинга к сожалению эффектов никаких не дает как видите и выложить мы артефакт аганим соответственно не можем после того как мы его подбираем и добавляется нам самое главное это новая способность что же это такая за способность скалдауном 140 ребят на самом деле очень крутая способность знаете чем заключается и и прикол это не репликейт который такой же жирный и в принципе наносит так но 50 процентов дэмэджа и живет довольно таки долго и не в этом фишка в общем смотрите также можно создавать иллюзию союзника и самый прикол чтобы вы понимали о чем речь это иллюзия этот гибрид несмотря на то что он мало живет он может юзать способности то есть представляете это можно взять сделать так две томбы в замесе дирги 2 хука на пуджа то есть один путь ходит настоящий и гибридом можно управлять то есть вот такая вот тема к сожалению этот гибрид очень мало живет и очень большой калдаун но я думаю в принципе он того стоит ультимейт аганим очень неплохой очень неплохой давайте посмотрим на сулобира сможет ли он создать мишку папа он создал мишку а вот это уже интересно сейчас будет с аганимом умрет ли этот мишка даже очень интересно сейчас будет мне смотрите отводим ребят странно исчезает я честно не знаю как это будет работать в игре но это нужно будет тест ребят в общем вот такая вот фишка на морфлинге добавляется гибрид чекайте играйте пробуйте очень даже интересно следующий аганим который мы будем взрывать это аганим на вертолете что же он его будет делать давайте посмотрим первое что у нас написано тут это будет у нас глобальный рейдж и увеличится дэмэш глобальный рейдж то есть мы можем ультовать куда хотим и сколько хотим все зависит от нашего желания от нашего хотения как говорится понимание суку это чушь ну давайте же посмотрим что же он нам будет давать во первых дает у нас и такой эффект как видите и такие у нас сразу загораются типа там турбины такие да не суть вообще осмотрите и получается что у нас по дэмэшу 350 и 275 а тут 350 и 200 но 75 дэмэджа и в принципе колдаун остается то же самое ну и соответственно глобальный рейдж давайте посмотрим на этот глобальный рейдж в общем я могу сюда запульнуть базы и крипы в принципе сразу все умирает это хороший от пуш и принципе вот такой аганим на вертолете поехали дальше смотреть какие у нас есть еще аганима следующий аганим который мы будем обозревать это аганим на венге ребят что же он нам будет делать этот аганим давайте посмотрим 85 карта принципе ничего тут не поменяли как из 83 но давайте же посмотрим все же что нам будет давать аганим во-первых нам дает вот такой вот эффект красиво неплохо в принципе да и что же он у нас улучшает давайте почитаем что у нас улучшает колдаун и мы можем свапать крипов этот крип здесь не просто так стоит я уже свапал его как видите без аганима мы не можем его свапнуть но с аганимом уже становится кликабельно то есть мы можем его уже свапнуть в общем зная эту тему и вообще с аганимом можно не только сэйвить теме это в два раза лучше даже не в два в четыре раза лучше и качестве не так еще и с линии так еще и с линии можно взять какого-нибудь крипа использовать его вместо варда то есть если сюда будет какой-то ганг заходить соответственно крип это запалит и будут такие думать блин да какого хрена эти клипы или крипы здесь гуляют в общем не суть такая вот тема на венге с аганимом пользуйтесь поехали дальше следующий аганим который мы будем обозревать это аганим аганим следующий аганим который мы будем обозревать это аганим на на руба ассасина в общем что же он ему будет делать ребят давайте же посмотрим появилась у нас какая-то дополнительная способность какая-то непонятная да вот по взяли аганим и все и не можем выбросить зачем нам это способность скажите вы а давайте-ка посмотрим что же она же нам будет делать в общем Касаемо этого спела, ребят Это очень классный спел И он действительно Он действительно классный Что ж, давайте нажмем и посмотрим, что произойдет Наш персонаж закапывается И давайте посмотрим на наши калдауны Посмотрите на калдауны Калдауны у нас уменьшились Плюс На МПЛ Увеличится рейндж На Монобюрн также увеличится рейндж И есть еще одна особенность На Карапасы Когда мы нажмем Карапасы В АУЕшке у нас тут персонажи застанется То есть не обязательно бить на Руба Плюс мы находимся в невидимости Когда мы в этой способности И у нас еще повышена Наша выживаемость Как тут написано на 40% Любой дэмэдж От любого дэмэджа мы защищены На 40% во время того Как мы закопаны Но нас не видно В случае если нас обдорожат На 40% меньше Мы будем получать урона И Тут также написано Что Наши хитпоинты И монопоинты Будут на 1,5% Больше регенить нас Ну и соответственно Про калдауны я уже сказал И про рейнджи Тоже В общем Агонимный наруби Это прикольная тема Самое знаете что прикольное Вот смотрите 13 секунд калдауна То есть в профите Как будет играть этим персонажем То есть если нам нужно Что-то задефить Мы бежим Можем не просто тупо Костнуть мпл А закопаться соответственно Дать мпл Вылезти И у нас не будет 13 секундного калдауна У нас будет 7 секунд Калдаун О я еще и походу Вот этих крипов достал Да То есть это Классная тема Ребят Да я достал До туда До крипов Да видимо До одного из крипов И в общем Вот такая вот фишка Монореген Как видите У нас повышенный И В принципе Все Все по этому Агониму Персонаж невидимый Быстро калдаунится Все Давайте покажу Как у нас будут Работать карапасы А Это надо Чтобы они нас били Давайте сделаем Вот так вот туда А ну мы у нас Вижен пропадет Нет Не застанется Давайте попробуем Тогда на На персонажа На центре Который Проделал Тему В общем Агоним на Рубе На 85 карте Это Очень прикольно Все Видите Нажал я Карапас Почему-то Эту венгу Не застанело Странно Почему Видимо Нужно Очень близко Очень близко Ребят Подходить Потому что Во второй доте Есть определенный Ренж Ну в общем Кто у нас В этом Ренже Близко очень Те Станется Про Ренж На Карапасы Вроде тут Ничего не сказано Стан Снербениус Вен Каст Ренж На Берн Давайте посмотрим Каст Ренж На Берна По идее Мы должны Отсюда Даже Достать Да Видите Отсюда Достаем И Импейл Также у нас До туда Долетает Вы просто Представьте Как это Круто То есть Если Планируется Какой-то Заход На Хайграунд То Персонаж Допустим У нас Нерук Прыгает С даггером И Начинает Осаждать Просто В этом Расстоянии Противники Не смогут Подходить Потому что Во-первых У нас Низкий Калдаун Импейла Получается И очень Жестко Можно Вот так На расстоянии Моноберн То есть Вот такой Вот у нас Аганим На Нерубе Ребят Давайте Поехали Следующее Смотреть Один Из самых Прикольных Аганимов На 85 Карте Ребят У нас Это У нас У Неруба Аганим В общем Что же Он у нас Делает Эффекта К сожалению Никаких Не дает И выбросить Также Мы его Тоже Не можем Если Уже Собрали Но Классно Если Нам Алхимик Его Запулит Но Не суть Что же Он у нас Делает Все Мы знаем Что Вивер Такая Такая Жвучая Знаете Жвучий Такой Паучок Тараканчик Я не знаю И Короче В общем В чем Смысл Он Возвращает 5 секунд Назад То есть Если Его Мы можем Юзать Эту Способность На Персонажи К сожалению На свое На своего Личного Не могу В лобби Кинуть Но Эта Способность Работает На наших Тиммейтов То есть Как это Будет Примерно Выглядеть Идет Драка 5 на 5 Допустим И Какой-то Наш Тиммейт Вот Вот Умрет И Вивер Может Спокойно Его Взять И Тайм Лапнуть Назад То есть Восстановить Ему Хитпоинт То есть Вот такой Вот у нас Аганим На вивере Единственный Еще Минус Что У этого Аганима Знаете Как вивером Обычно Бежишь Куда-нибудь Убегаешь То есть Тут Уже У нас Успособности Появляется Таргетное Применение И Это Плохо Для Нас Самих Потому Что Уже Нужно Будет Делать Лишние Монопуля Манипуляции С Нашим Персонажем Чтобы Вернуть Именно Нас На На то место На те хитпоинты Которые мы хотели И не умереть В общем Вот такой вот Аганим На вивере Ребят В Проиграх Его постоянно Собирают На вивере Потому что Это Риле Риле Прикольно Потому что Можно Любого персонажа В принципе Вернуть К жизни Вот такой вот Аганим Ребят Поехали Далее Следующий Персонаж Которого мы Обозреваем Это Виномансер Давайте посмотрим Что же дает Аганим Виномансеру В общем Давайте посмотрим Во первых Написано Что улучшает Урон С ультимейта И уменьшает Калдаун То есть Давайте посмотрим Как это будет выглядеть Что у нас появится Видите 1100 Нас перевод Смотри 1100 Дэмэджа Пер секунд For 16 секунд Прикольно Неплохо Ну в общем Сколько я помню 110 Дэмэджа Будет у нас Наносить ультимейт В секунду И Калдаун у нас Становится 60 секунд Видите Вместо 100 60 Появляется И 80 Ну 100 110 Дэмэджа В общем Эффектов К сожалению Никаких не дает И С 83 Карты В принципе Ничего не поменяли Поэтому Такой Ну Как бы Стандартный Аганимчик Под дискордом Кстати Очень Мощно Пилит Потому что 16 секунд По 110 Дэмэджа Это Как минимум Полторы тысячи Хитпоинтов Ребят То есть Вот такой Вот у нас Аганим На 85 На Винома Поехали дальше В принципе Ничего Интересного Все так же Как и было Следующий Аганим У нас будет На вайпера Ребят На вайпере Прикольный Кстати Аганим Улучшает Он ему Ультимейт Что же он Улучшает Улучшает Как видите Каст рэндж И Уменьшает Калдаун В общем Все мы знаем Что делает Ультимейт У вайпера Кидает У нас Такой Нож Стандартный Нож Как допустим У копы У виномансера Но у виномансера Он массовый А У вайпера Он своеобразный Он наносит Много дэмэджа Сразу же И В принципе Хорошо Замедляет То есть Немного другой Спал Но Классно Я думаю Знаете Знаете Ребят Что делает У нас У вайпера Ультимейт В общем Не суть Что же у нас Надо делать Будет он С аганимом Смотрите Появляется Калдаун У нас Во-первых 5 Сколько 12 секунд И 5 секунд Идет Как и было И Моломанс Спит На 80% Уменьшает В принципе Все так же Но уменьшает Калдаун Но 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 Видите Давайте посмотрим Ультимейт У нас Как он будет Вешаться Без аганима Смотрите Ренч Почти в упор Надо подходить Но это вообще Несерьезно На самом деле Сейчас Крипчик умрет Вернется на место И Покажу вам Какой будет Каст ренч С Аганимом У нас Непосредственно Давайте посмотрим Смотрите То есть Разница Я думаю Очевидно В полтора раза Ренч у нас Увеличится На вайпере То есть Не знаю Я пробовал Страты через Дискорд То есть Ты собираешь Дискорд на вайпере И аганим Ферстом И то есть Персонажи Просто персонажи От дефа Закидываешь Но к сожалению Эту всю игру Все равно Проиграли Как бы не суть Но было интересно Дэмэджа очень много С ультимейта Наносится И как бы Вот такой вот аганим Не знаю Прикольный Мне очень нравится Сейчас Но на этом Персонаже Как на дэмагере Смотреться он Особо не будет Вот такой аганим Поехали Далее Следующий аганим Который мы будем Увозревать Это аганим На мипа Что же он будет Нам делать Ребят Давайте посмотрим Во-первых Ну все мы знаем Что он делает Да серьезно Кто не знает Добавляет нам Одного мипа То есть Такого же Абсолютно полноценного Но Есть еще одна фишечка Еще одна Как бы такая Знаете Тема Я бы сказал В общем Смотрите Обратить внимание На статы Наших мипарей Сейчас мы купим Аганим Где у нас Настоящий Вот он Лол Окей Соберем сами Скипаем А тем временем Я закупил аганим И давайте посмотрим Что у нас поменялось По статистику У нас Статистики стали Немного другие В общем В чем прикол В зависимости от того Какой артефакт Мы соберем То есть допустим Если мы будем собирать Айтем Допустим Вот смотри Какие у нас там статы То есть 71 Сейст 8 68 Мы возьмем Главному нам Нашему персонажу Допустим Гауст И статистики выросли С аганимом Насколько я знаю Эти статистики Не вырастают То есть Мепа остается Такой же То есть В чем прикол Чем жестче у нас Затар У основного Мепаря То есть У главного Тем Жестче статистики У нас становятся У Соответственно Наших Как бы Иллюзий Поэтому Очень часто Вы могли заметить Что Мепарю Собирают Зачем-то Два Этериала Два Скади Это собирается Тупо Из-за того Чтобы Зашарить Зашарить Ну типа Поделиться Знаете Шар Сколько у нас Там Давайте Посмотрим 96 133 93 Покупаем Этериалы И что мы будем Получать Посмотрите на наших Заряженных Мепарей Вы посмотрите На его Урон Посмотрите На его Ловкость То есть Вот эта Могучая Кучка Просто Может Пойти И разнести Рошана Просто В ноль То есть Именно Поэтому Как бы Аганим На нем И Как бы И работает В принципе Ну вот такая Вот тема Смотрите Просто как Рошан Падает То есть Вот именно Поэтому Аганим На нем Мощная тема Но В принципе На 85 Ничего не поменяли Аганим Остался Таким же Как И На 83 Ну Такой вот Аганим На Мепаря Следующий Аганим Который мы будем Обозревать Это Аганим На Разора Помните Те времена Когда у Разора Был ультимейт Пассивкой Так вот Это было Классно Но Сейчас Не об этом В общем Смотрите Что Во-первых У нас Будет Давать Аганим Посмотрим Faster Strike Rate Типа Будем Бить Быстрее То есть Смотрите На Пер Strike Strike 1 Наносится В 0.5 Секунд То есть В 0.5 Секунд У нас Будет Ультимейт Бить 62 Демеджа С половиной Единичек В общем Поднимаем Аганим И У нас Уменьшается Strike На 0.1 Секунду Казалось бы Ну такое 0.1 Секунда Че это Но На самом деле Это Очень Даже Ощутимо Калдаун И Монокост Вроде Остается Так же На месте Да Остается Так же На месте Но Что у нас Еще Добавляется Добавляется Вот такой Вот Эффектив Загорается Палка И Что Немаловажно Есть Еще Такая Приколюха Пойдем Сейчас Скрипами И Посмотрите О чем Я говорю Смотрите Сейчас Зажгу Ультимейт Об этом Не написано В улучшении Ультимейта Видите Ничего Не происходит Казалось Базис Ты че Дурачок Че ты Делаешь Зачем Под тавром Умираешь Но Не суть Смотрите Сейчас Пропадет У нас Ультимейт И С обновленным Ультимейтом Пойдем Под тавр И увидите О чем Я Хотел Вам Сказать Этим Временем Пока Затыпшимся Туда Ультимейт Скоро Закончится Я надеюсь И Мы Пойдем Показывать Что же У нас Будет За Приколюха С аганимом В общем Смотрите Нажимаем Ультимейт И Наш Ультимейт Начинает Бить по Постройкам Об этом Тут Ничего Не сказано Когда мы Берем Аганим Или Не берем Видите Я выкладываю Аганим И не работает Ничего То есть Тут Об этом В принципе Ничего Не сказано Просто Написано Что Будет Бить Быстрее То есть Аганим Еще Становится У нас Как бы Начинает Бить По Постройкам Ребят Все Просто В принципе По-моему На 83 Тоже Самая Тема Что И В принципе Не особо Важно В общем Аганим на Разора Давайте посмотрим Дальше Персонажей Которые у нас Есть Переходим Следующий Аганим Который мы Будем Обозревать Это Аганим на Воида Воида Если честно Как с 83 Карты В принципе Ничего Не поменяли То же самое Остается Дается Вот такой Красивый Эффект И Что же Он нам Соответственно Дает По самому Ультимейту Давайте посмотрим Improves Culldown And Duration То есть Увеличится Длительность И улучшается Купола 5 секунд И Culldown Сотня При Поднятом Аганиме У нас 6 секунд Появляется Уже Самая Хроносфера И 60 Секунд Culldown В принципе Как я уже Повторялся Как я уже Говорил Ничего Особо Не поменяли С 83 Карты Вот такой Вот у нас На персонажа Аганим То есть Ребят Я на 83 Карте Очень часто Собираю Его Если честно Аганим И Это реально Прикольно Купол Можно будет Ставить Каждую драку И Он реально Будет полезен Вот такой Аганим Так Ребята Касаемо Теста Который Вы писали Насчет Того Что Сможет Ли Феникс Засейвить Того Человека Того Персонажа Который У нас Подставился Сдох Под Аурой Леорика Сейчас Мы Это Немного Проверим Вот Тут У нас Появляется Тень Да Мы Ее можем Взять Яйцо Сейчас Посмотрим Получится Ли У нас Этому Персонажу Не Сдох Нет Он Умирает Видите То есть Смерть Неминуема Вот Такой Вот Ролик Ребята Получился Кому Ролик Этот Зайдет Тоже Ставьте Лайк Обязательно И Буду Выпускать Третью Часть Давайте Попробуем Набрать Хотя Ну Я Не знаю Вы Проявили Очень Жесткую Активность Поэтому Давайте Наберем Опять 500 Лайков Хотя Бы Будем Ждать Новый Выпуск По Аганимам Уже На Интеллект На Ловкачей Вот Такой Вот У нас Вышел Ролик Спасибо Ребят Всем За Просмотр Давайте Давайте